Люди в футболках с портретом правозащитницы из Балхаша у здания Генеральной прокуратуры Казахстана сразу привлекли внимание полицейских. Впрочем, они не стали задерживать женщину, а проводили внутрь. Гражданские активистки Жанна Байтелова и Анара Ибраева просили прокуроров вмешаться в дело Зинаиды Мухортовой, которую почти два месяца принудительно удерживает в психиатрической клинике. Мы считаем, что Зинаида Мухортова действительно подвергается гонениям и даже репрессиям. И здесь даже, может быть, какая-то политическая составляющая есть. То, что, ну, как бы правозащитник, адвокат, и за то, что она пытается в законном порядке обжаловать там действие должностных лиц, либо еще что-то, она вот подвергается таким гонениям. Я не знаю, они ворвались ко мне, четыре межлица, вытащили меня с ванны, я мылась. Выволокли, галеком по улице пронесли, запихали, сестру мою смяли, все там у меня крик вопли, все дети кричат. Чуть дверь не вышла мне. И это. И привезли сюда полуголую. И сейчас вот приехали с комиссией Караганда, и они мне предлагают положить меня сюда, в поликолицию, в больницу. Это последнее интервью Мухортовой, которое было записано с ней 9 августа после того, как ее силы доставили в психиатрическую больницу Балхаша. Спустя две недели судья горсуда Майра Ибрагимова вынесла постановление о ее принудительном лечении. Преследования известного Балхаше юриста и правозащитника начались пять лет назад, после того, как она обвинила экс-депутата парламента Ерлана Нигматулина в коррупции. Тогда на Мухортову оперативно завели уголовное дело и обвинили в ложном доносе. Потом я говорю, преследование как оно было, так оно и есть. Более того, оно еще более усилилось. И я вообще даже в шоке от того, что у нас не только вот, у нас физически пытается и психологически уничтожить. Кого вы подозреваете, кто это организовывается? Ну, я боюсь это говорить, но считаю, что это вот именно правоохранительная система, ну, вместе с высокопоставленными лицами. Высокопоставленные на сколько? На уровне области, на уровне парламента, на уровне страны? На уровне страны, парламента, в принципе. Ну, в принципе, это не секрет, на кого мы писали жалобы. Зинаиду Мухортову не в первый раз пытаются упрятать психушку. В 2010-м она провела там 9 месяцев, где, с ее слов, она подвергалась насилию. После обращения в суд на действия медиков, правозащитницу признали здоровой и освободили. Как сообщила сегодня Жанна Байтелова, в генпрокуратуре пообещали провести проверку и дать оценку действиям болхашских врачей-психиатров. Кроме того, стало известно, что в ближайшее время Мухортова пройдет последнюю решающую медицинскую экспертизу в Астане. По ее итогам решится ее дальнейшая судьба.